так посмотрим как наша айка работает на гугле так первое что нужно будет сделать это зайти на вкладку настройки и получается здесь выбрать первый учетный день то есть с апреля это будет первое число можно напечатать можно два раза щелкнуть выбрать потом вписать список сотрудников и сколько они за смену зарабатывать например 7000 день и сотрудник например иван так идем дальше здесь статьи расходов можно их не трогать здесь ингредиенты или товары которые будут входить состав блюда то есть например вот эти цифры они подтягиваются там покажу как например ты точно знает что у тебя есть лаваш шашлык при майонез помидоры курсы и так далее любой новый там ингредиент мы сюда добавляем на цветом сыр не было закупа потому что мы еще ни разу не покупали и здесь у нас блюдо их прайс да то есть по какой цене мы им будем продавать появится новое блюдо просто здесь можно изменить или например хот-дог чипс тифис решил решили исправить там тоже исправить не проблему то есть блюдо будут отсюда подтягиваться главное актуальны центру писать теперь у нас есть такая вкладка техкарты это по сути самая главная вкладка что вообще понимать сколько себестоимостью блюда который ты продаешь переходим на вкладку техкарты я тут уже добавил лаваш простой потому что это единственная техкарта которая у меня есть это не полная то есть как это делается ну допустим сюда ингредиент добавим это кетчуп да и тоже добавим там не знаю сколько в граммах обязательно в килограммах обязательно указывать то есть нужно будет привести например 30 грамм кетчупа то есть ну вот соответственно перегнул представим тогда примерно добавляешь сюда все ингредиенты если какого-то нет и там какой-то авторский что-то можно вручу написать но я думаю это максимальное количество ингредиентов на блюда если надо будет конечно доделаем дотянем не проблема вот здесь обязательно указывается количество что важно понять либо в килограммах либо в штуках например в том сообщении когда ты мне прислал у тебя помидоры 0 5 стоят 0 5 это пол килограмма это много скорее 50 грамм да ты имел ввиду поэтому делаешь откуда подтягивается стоимость стоимость подтягивается с листа настройки получается вот а здесь она считается как средне скользящаяся ну по сути средняя себестоимость за все время которую средняя стоимость за все время который покупал и складок накладные объясняю как делать накладные например 1 числа ты купил огурцы мы не знаем за сколько например 100 и там килограмм огурцов но ты знаешь что там купил два килограмма огурцов из тебя продавец взял 1100 тенге все автоматически сама себе стоимость за килограмм и за штуку посчитает например лаваш ты же вряд ли по одной штуке покупаешь то есть ты берешь 10 лавашей отдаешь 500 тенге он автоматически посчитает обязательно правильно проставлять дату и обязательно правильно проставлять товар как ты помнишь новый товар тебе нужен ты его просто в настройках туда добавляешь и он здесь 5 ну я не знаю что то давать сыр например добавим и сейчас увидишь что еще пока закупа не было но когда ты перейдешь вкладку накладные например ты купил сыр и у тебя сыр здесь появился и скажем так ты купил один килограмм сыра за 4500 тенге например если ты в тех карту его потянешь сюда сыр ну скажем так что решил ты класть 50 грамм сыра вот соответственно у тебя себестоимость на 225 тенге думаю принцип здесь понятен то есть что нам нужно здесь смотреть взять на вот это значение то есть это себестоимость это сколько ингредиентов на какую сумму ингредиентов входит состав твое блюдо что значит все 48 да значит что ты продаешь свой лаваш простой за какую-то сумму а себестоимость составляет 54,8 процентов от этой суммы откуда тянется эта сумма опять же с настроек с цены которые ты указал то есть из 990 тенге ты только на ингредиенты потратишь пятьсот сорок два с половиной тенге окей я думаю с тех картами разобрались их надо все заполнить все заполнить правильно вот за вот этим параметром смотреть вот эта цифра ну она очень важна чем меньше она тем лучше естественно но нужно помнить что нужен баланс между качеством и как говорится себестоимостью окей теперь переходим в кладку фонд вот это фонд оплат труда мы знаем что иван помнишь мы туда в настройках протянули вот он наш иван сотрудник вот иван вышел первого числа отработал полную смену соответственно у него за смену было 7000 тенге что получилось зарплата его 7000 например ван еще 31 числа работал 14000 теперь ивану решили дать бонус бонус отрицательным знаком пиши например 1000 тенге за то что у него классный день был соответственно у ивана зарплата уже не 7000 а 8000 ивана оштрафовали за то что он опоздал на 1000 тенге соответственно у него зарплата 6000 теперь идем дальше списание наверно попозже ну давай списание тоже посмотрим например ты знаешь что 1 числа у тебя пропал один шашлык тебе просто интересно сколько ты сколько что и денег потерял на этом такая виртуальная да скажем так потому что уже за него физически деньги заплатил но в голове ты как бы это все равно деньги потерял то есть пропало у тебя 2 шашлыка там скажем так и потерял ты 540 тенге накладные я уже объяснил как создавать теперь очень важный момент dds dds это движение денежных средств то есть это как ты тратишь твои физические реальные деньги все удалим чтобы было понятно например мы знаем же что ты поехал на базар и все это покупал соответственно ты оплатил эти накладные вот когда ты выбираешь вкладку оплаты накладных они сами потянутся 9824 тенге откуда они берутся еще раз за первое число ту сумму которую ты физически заплатил она автоматически сюда потянется теперь допустим ты заплатил в этот же день за аренду давай символичную аренду заплатим на 1000 тенге например за закон услуги давай лучше не за аренду закон услуги вот и допустим ты я не знаю что сделал например купил хост товаров тоже там на 500 тенге средства там для мытья посуды и так далее да все записал обязательно указывай обязательно указывай даты здесь это очень важно теперь вот этот пункт это твои доходы к ним сейчас попозже вернемся давай перейдем на вкладку продажи наступило первое число ты начинаешь продавать или в конце дня ты это заполняешь да это я кстати из твоих данных выкрутил в первое число ты продал лаваша простого 16 штук лаваша двойного там 10 штук багета 1 багет f двойной багет я не знаю что это значит вот в общем короче вот этих всех штук ты на продавал здесь указываешь количество то есть на прессе было их было 10 соответственно менялась да все теперь цена за единицу ничего не надо указывать она сама потянется выручка это по сути цена за единицу умноженное количество ничего не делаешь сама появится среднеизвестная себестоимость сама подтягивается это давайте сейчас покажу для примера как это считается то есть это твоя лаваш простой да у нас вот мы знаем себестоимость лаваша простого из тех карт и она на сейчас она не совсем верная но потому что соус да ты не указал еще ты знаешь вот эту себестоимость это знаешь что их 16 штук продал что это значит что на 8680 не были твои ингредиенты балловая прибыль балловая прибыль это твоя выручка минус себестоимость окей посчитал получается грязными без учета всех остальных на свете расходов только продажи минус себестоимость ты заработал 7160 тенге естественности с них на зарплату заплатить аренду и так далее поэтому здесь это пока не учитывается это не нужно и это себестоимость 60 54 тысячи 54 8 процента вот себестоимость без учета списаний и прочего конкретно вот эта себестоимость это то есть отношение как раз таки себестоимости к выручке вот заполнил это все обрати внимание что здесь я специально написал 2 числа что ты продал лаваш тройной смотри на вот этот пункт себестоимость 0 почему потому что тех карта не указана всегда следи за этим как только ты видишь что себестоимость где-то нереальная неправдивая значит соответственно тех карту надо проверить или возможно там что-то подорожало что-то изменилось за этим следи обязательно так теперь переходим во вкладку снова dds да ты знаешь что на первое число у тебя в кассе было ноль денег ноль ну может быть ты на сдаче там 1000 тенге оставил давай более реальный пример у нас на сдаче 1000 тенге оставил то есть у тебя в кассе было 1000 тенге теперь смотри продажи продажи тянутся как они все автоматически будут считаться 37200 они подтягиваются за твое первое число твоя вот эта выручка вот 37200 за второе видишь уже не тянется за второе будет 59 5 970 то есть соответственно они подтянулись сюда вот за второе видишь 55 970 теперь смотри что такое инкассация инкассация это то что ты взял себе на руки или взял себе под отчета если ты например тратил со своего кармана ничего скажется не брал тебя в конце дня должно было быть 38200 почему потому что ты еще были на начало с нуля начнем все-таки и все-таки были у тебя продажи да какие то соответственно у тебя вот 37200 в конце будет в кассе но давай представим что ты оплатил накладные с кассы то есть что ты для этого делаешь ты берешь вот это значение ты же из кассы взял оплатил плюс вот эти расходы если ты физически с кассы взял бери их плюс вот эти расходы если физически с кассы взял соответственно у тебя что получилось у тебя получилось что у тебя в конце дня если ты вот это все оплачивал с кассы в кассе должно быть 25 тысяч 826 тенге представим что ты не хочешь оставлять их кассы и полностью например там 24000 скажем так забрал только 1000 тенге в кассе оставил добавь ее сюда же соответственно что получается что у тебя был вот такой доход то есть такая выручка а столько денег ты из кассы забрал в кассе у тебя осталось вот столько так как это деньги физически у тебя никогда здесь не может отрицать того значения быть то есть ты не можешь до минус деньги физически это сделать так что если например допустим ты вот так где-то сделал то значит и на на свои деньги где-то докладывал куда-то вот и не учел это и так еще раз почему я например расходы суда сразу не тяну по одной простой причине потому что скорее всего ты не всегда с кассора рассчитываешь скорее всего ты где-то там со своих закидываешь а потом читать все твои расходы которые ты делаешь если ты их делаешь кассе делай их пожалуйста на инкассацию либо вообще тут этот пункт не трогай просто все деньги забирай под ноль там как как хочешь именно дело как хочешь учитывай но помни что твои расходы считается вот здесь это твои реальные расходы. Неважно, с каких денег ты их платишь, со своих, с инкассацией, неважно. Они у тебя в любом варианте, вот здесь будут эти расходы. И потом будут считываться в отчете. Здесь пиши, сколько ты реально забираешь с кассы, чтобы потом вот этот остаток сверять. Так, идем к самому прикольному, наверное, нашему листу. Это отчеты. Здесь видишь, два раза щелкаешь, выбираешь период. Например, с первого по первый. Давай для начала выберем. Вот, за один день, какие у тебя были, например, доходы. Ты знаешь, что у тебя выручка была за один день 37200. Ты знаешь, что себестоимость у тебя за тот день была 9180. Еще раз, откуда она тянется? Вот отсюда. То есть у тебя просто тут себестоимость на самом деле неверная. Потому что у тебя техкарты еще не заполнены. Как заполнишь, себестоимость будет совсем другая. И ты знаешь, что в этот день у тебя были какие-то списания. Теперь, что дальше получается? Валовая прибыль. Валовая прибыль это выручка минус себестоимость минус списание. Вот. Это такая, скажем так, виртуальная прибыль в идеальном мире. Что было бы, если бы у тебя все было учтено? И верные техкарты, и повар твой клал все идеально по калькуляциям в твое блюдо. Вот. И ты знаешь, что первого числа у тебя, оказывается, еще был расход фод, коммунальные услуги, хозяйственные расходы. И у тебя расход стал 7500 тенге. Ну, формально у тебя там 19 тысяч чистой прибыли. Ну, естественно, это неверно, потому что себестоимость пункт неверная. Как техкарты заполнишь, увидишь, кстати, на самом деле, сколько ты в тот день заработал. Вот. И период ты можешь выбирать, то есть ты можешь выбрать за месяц, в конце месяца, чтобы просто посмотреть и так далее, да. Смотри, очень важно на вот этот пункт. Это твои реальные деньги, физические деньги. Физические деньги у тебя 43 170. Откуда у тебя так? Потому что мы заполнили первое всего два дня. Вот. И за эти два дня, вот, ну, это лаваш тройной я с головы просто взял. 43 170. Это твоя, по сути, реальная выручка. Это то, что, ну, тебе, скажем так, упало в кассу. Вот. Отсюда оно подтянулось. Теперь у тебя есть расходы. Откуда берутся расходы? Опять с реальных расходов. То есть ты помнишь, что ты на базаре вот это потратил. Ты помнишь, что вот это потратил. И, например, допустим, ты еще и фот, здесь я фот же не указал, но ты помнишь точно, что ты фот, например, человеку дал на руки, я не знаю, там, сколько мы ему писали? 6 тысяч тенге, потому что ты его оштрафовал еще на тысячу. Вот. Это твои физические расходы. Поэтому вот твои физические расходы какие. Это физический твой остаток, сколько у тебя в конце осталось. Ну, примерно как-то так. Я думаю, в принципе, должно быть понятно, как чуть-чуть попользуешься. Вроде пока все работает. Возможно, где-то есть какие-то ошибки, потому что я же впервые это делал. Вот. И, по идее, такие, конечно, инструменты в Google таблицах не делаются. Для этого специальная программа есть. Но я думаю, для начала это уже будет отлично. Чем можешь пользоваться? Если хочешь, я тебе добавлю вот эту таблицу отдельно. То есть здесь еще просто расходы пункт добавим. Вместо инкассации можешь писать просто пункт расходы. И тогда у тебя будет, ну, даже сейчас можешь писать так же. Можешь вообще ничего не вести, но хотя бы будешь знать, сколько у тебя денег реально в проекте было. То есть, допустим, давай опять условно же сделаем. Вот. Ты знаешь продажи, что там в кассе в начале было, допустим, тысяча. Знаешь, сколько продажи, пусть подтягивается оттуда. И, например, знаешь, что ты со своих плюс кассы там, не знаю, 50 тысяч потратил. Хотя бы будешь знать, да, что ты уже в 11800 тенге в минусе. То есть кому-то должен, скорее всего. Или там, я не знаю, кто-то вместо тебя их заплатил. Неважно. Ну, смысл, я думаю, ты понял. Если будут какие-то вопросы, в принципе, спрашивай, обращайся. Вот это, думаю, очень хороший инструмент. То есть, опять же, тут можно пару, например, добавить тебе. Чтобы ты просто сам считал это. Как пример, да, вот сюда просто добавим. Типа шаблон напишем его. Просто чтобы, например, был какой-то инструмент, который тебе позволит посчитать твою себестоимость. То есть, да, здесь даже ингредиенты ему, например, вручную можешь вписывать их просто. Но стоимость за килограмм тоже давай вручную будешь вписывать. Это просто для шаблона оставлю. Его не копируй. Как инструмент просто, чтобы считать. Но себестоимость будет делаться, да. То есть, допустим, ты знаешь, что это ингредиент у тебя, не знаю, там сосиска, да, например. Ты знаешь, сколько она стоит за штуку, например, 100 тенге. Ты знаешь, например, ой, то есть, ты знаешь, сколько она, сколько штук, одна штука, и ты знаешь, сколько стоит, например, эта сосиска за одну штуку. Вот себестоимость у тебя 100 тенге. Следующий ингредиент, например, кетчуп, да. Ты знаешь, что у тебя идет в килограммах, допустим, 30 грамм. И ты знаешь, что кетчуп стоит, там, не знаю, там, 2000 тенге за килограмм. Хотя бы вот такой момент, который ниоткуда не подтягивает, который не надо никуда копировать Давай вот ручной напишем расчеты Ручной расчет Вот, хотя бы здесь ты должен считать Абсолютно все ингредиенты важно указывать Никакие здесь не нужно процентов повара считать, там ком-услуги и так далее Вот, ну реальная себестоимость на английском это называется COX COX, COX, COX of good sold Вот, поэтому вот этим инструментом обязательно пользуйся Если все будешь вести вот так цельно и в одном месте, это конечно будет вообще прикольно Ну не знаю насколько это реально, в гугле вести это каждый день Но у тебя не такие большие продажи, так что я бы попробовал